Делай это, если действительно ты чувствуешь, что стресс стал супер-супер сильным стимулом твоей жизни. Я расскажу тебе базовые вещи, которые действительно помогают убрать максимальный-максимальный стресс из твоего организма. И стресс бывает физический, бывает ментальный, и тот, и тот действительно влияет, максимально влияет на то, что ты делаешь. Управление стрессом, как с помощью питания взять под контроль кортизол. Я говорила, что кортизол не бывает просто так. Сам по себе кортизол это хорошо, много или мало, вот это плохо. И чрезмерная реакция это тоже плохо. Циркадный ритм, мы с тобой говорили, насколько важно спать, насколько важно вовремя есть, насколько важно вовремя двигаться. Естественный пик кортизола это раннее утро, и это нормально. Кортизол дает бодрость, минимальный уровень с полуночи до 4. Реакция у всех совершенно разная. И правильная реакция на кортизол, она короткая и резкая. В результате этой ситуации просто исчерпываются какие-то другие моменты. И как мы сами портим ситуацию с кортизолом? Конечно, питание и активность, стимуляторы, избыточный кофеин, никотин, недосыпание, уровень кортизола выше у людей, которые спят, воспаление. Кто есть сладкая, некачественную промышленную еду, у них постоянная проблема с кортизолом. Рацион способен максимально влиять на стресс и мотивация, физические травмы, инфекции, постоянные болевые ощущения. У кого-то перетренированность без нормального отдыха, у кого-то недостаток кислорода, постоянное употребление у кого-то алкоголя, переедание. Есть вообще у меня любимчики с недостатком белка, особенно с недостатком лейцина, у кого-то перебор с натрием, активирует выработку альдостерона, который в свою очередь влияет на кортизол. И, конечно, дефицит. Низкий сахар в крови тоже большой-большой стресс, и все это можно менять. И что мы делаем? Мы делаем действительно с вами помощь себе, и это помощь и питания, и добавок, и пробиотиков, и пережевывание пищи. Это очень важно. Подавляет выработку просто разных моментов, когда вы жуете. Ограничение простых углеводов. Каждый раз, когда идут эти инсулиновые качели, вы как на бомба какой-то качели. Жировая ткань сама по себе синтезирует кортизол. Это и так понятно. И у некоторых есть дефицит витамина А, цинка и магния. То есть вот эти вещи, они влияют. Подписывайтесь на мой канал, пишите вопросы, с радостью вам отвечу.